Приветствую, друзья! С вами, как обычно, Тарас и компания Ивис, Ружие и Рыбалка. Мы находимся на выставке Оружие и Безопасность 2018. Это 15-я по счету выставка. Она только-только началась, еще даже не открылась. Но, тем не менее, я уже хочу пригласить вас на эту выставку и, как обычно, снять небольшой коротенький репортаж о тех новинках, которые я уже успел здесь найти, увидеть и хочу показать вам. Поэтому пойдемте посмотрим, что здесь есть интересного. Ну, а если что-то заинтересует более подробно, пожалуйста, приходите и смотрите сами. Друзья, это Шан Мерфи, наш гость из Соединенных Штатов, представитель компании Night Force Optics, компания, которая делает одни из самых лучших тактических оптических прицелов в мире. Вот здесь они представляют свои новинки, они представляют новые прицелы с кратностью от 1 до 8Х, линеек NX-8, и линейки Attacker. Вот этот прицел, кстати, несколько недель назад, они уже подписали контракт с силами специальных операций Соединенных Штатов на поставку этих прицелов на их основное оружие. Поэтому приходите, познакомьтесь с Шоном, посмотрите на новые прицелы, получите небольшие сувениры от компании Night Force. Друзья, вам может показаться, что человек вот в этой интересной штуке совершает совершенно какие-то странные хаотические движения. На самом деле это не так. Он очень занят, он ведет охоту на диких кабанов с помощью виртуального тира компании Aimpoint. Очень увлекательное дело. Картинка, которую он видит в этих очках виртуальной реальности, она достаточно реалистична. Там бегают кабаны, летают утки, и вообще происходит очень много охотничьих сюжетов. Если у вас будет шанс на выставке попробовать пострелять из такой штуки, то я очень рекомендую, потому что это очень наглядная тренировка того, как это нужно делать на охоте. Ну и просто довольно забавно, новые технологии, которые помогают охотникам вот таким вот образом. Вот здесь на экране показывается картинка из этого виртуального тира. И обратите внимание, что стрельба по кабанам, как и в реальной жизни, особенно по быстробегущим, нужно делать выносы, то есть стрелять перед животным, выносить точку прицеливания, и тогда есть шанс попасть по месту и взять свой трофей. Ну вот сейчас все нормально, вот быстро кабаны бегут, смотрим. А, промах, один есть. Но вот так бы я уже не стрелял бы, потому что большой риск подранка, но тем не менее. Очень хорошая и наглядная тренировка. Друзья, приветствуйте Владислава. Владислав Лебеденец наш постоянный участник всех стрелковых турниров, и в данном случае он еще и представляет новинки от компании ГЛОК. На этом стадии никогда не бывает мало людей, это просто пока выставка еще официально не открылась. Слушай, ну по твоему опыту, о чем чаще всего спрашивают люди, глядя и пробуя ГЛОКи? Если на прошлых выставках первое, что спрашивали, это настоящий ли это ГЛОК, то сейчас внезапно, удивительно для меня, люди подходят и спрашивают разница, какая разница между всеми этими ГЛОКами. О, это очень здорово. Да, то есть уже у людей нет сомнения, что это настоящий пистолет, и теперь их интересует, какая же между ними разница, и для чего их можно использовать. И еще очень многие интересуются, как их приобрести. Ну, друзья, это отдельная тема, и ее будем обсуждать тоже отдельно. А какие новинки показываем в этот раз на выставке из ГЛОКа? В этот раз у нас две основные новинки. Первое, это ГЛОКи пятого поколения, это модели 19, 17 и 34. И также моя любимая новинка, это ГЛОК 19Х. Это тот самый ГЛОК 19Х, который участвовал в армейском тендере? Да, это именно он, и после этого тендера он получил невероятную популярность у гражданского населения. За первых полгода было продано более 100 тысяч пистолетов, поэтому, да, это очень многим понравившийся пистолет, и уже даже в нашей стране все, кто из него успели пострелять, в него влюбились. Оценили по достоинству. Ну что ж, друзья, вот вы можете прийти, попробовать самые горячие новинки американского вооруженного рынка, ГЛОК 19Х, ГЛОКи пятого поколения. Но самое интересное, что и Зигзавр, который победил в конкурсе у американцев, он также есть на выставке, на него можно посмотреть, а если очень повезет, то и подержать в руках, попробовать. Сейчас посмотрим на это внимательнее. Спасибо, Влад. Друзья, напротив нашего стенда на выставке находится стенд хорватской компании HS Product, на котором представлены очень, очень интересные штуки. Я, честно говоря, вижу их первый раз и держу в руках. И это действительно очень яркая новинка. Это современные штурмовые комплексы, штурмовые буллпапы, предназначенные прежде всего для вооружения полиции, спецподразделений, военных. Вот эта модель имеет модуль гранатомета установленного, который достаточно легко снимается, меняется на другие модули. Здесь много очень интересных инноваций, начиная от специальной рукояток взведения, заканчивая тем, как здесь реализовано двухстороннее управление. Одним словом, всем рекомендую подойти, посмотреть, подержать в руках, взглянуть. Это действительно очень интересно. С моей спиной находится один из самых заметных шоу-стопперов этой выставки. Это вездеходы фирмы Тор. Делаются они в Украине, в Днепре. Машины очень впечатляющего внешнего вида и очень впечатляющих возможностей. Но совершенно невероятные. Ну, естественно, за такие возможности нужно платить. Но, тем не менее, это вездеходы, аналогов которых, ну, я, честно говоря, не припоминаю. Здесь можно на них посмотреть, даже если получится в них посидеть, посмотреть, как эта машина управляется. А на ее возможности можно посмотреть на специальном видеоролике с полевых испытаний этих автомобилей. Друзья, у компании МКЕ, наших хороших знакомых, на выставке отдельный стенд. На нем представлены образцы их продукции. В принципе, все это уже было в наших обзорах. Но взглянуть на них, подержать в руках, опробовать их можно именно здесь. Вот у меня в руках, например, один из самых интересных образцов Т-94SD-A2. Это заглушенный МП-5 под калибр 9х21. В принципе, версия гражданская. Единственное отличие, это сдвижной приклад, который делает этот карабин достаточно компактным. Есть также еще некоторые модели компании МКЕ. И здесь можно будет на них посмотреть и выяснить все интересующие вас подробности. Пойдемте на следующий стенд. Приветствую, Евгений. Мы, друзья, находимся на стенде компании Janik. Также турецкой компании, которая занимается производством, прежде всего, краткоствольного оружия, пистолетов. Надо вам сказать, что это восходящая звезда на рынке пистолетов. Это очень интересные образцы, которые сейчас получают невероятную популярность во всем мире. Более того, компания Glock расценивает именно продукцию компании Janik как своих основных конкурентов. Как это неудивительно. В нашем тире, в тире Ibis, такие пистолеты представлены уже не первый год. Впечатления от них только положительные. И я уверен, здесь есть на что посмотреть. И Евгений расскажет вам во всех подробностях о том, каковы их особенности и каковы их преимущества. Приходите в стенд компании Janik. Здесь, неподалеку от стенда компании Ibis. Друзья, хочу вам представить Александр Бараненко, директор срывкового клуба Альфа Браво. Добрый день. Это ребята, которые организовывают матчи, тренинги и семинары по высокоточной и тактической стрельбе. И это те люди, которые могут научить новичков стрелять быстро, точно и на любые дистанции. У нас планируется совместная акция, которая будет заключаться в том, что покупатели некоторых продукций некоторых брендов в сети магазинов Ibis получат шанс получить бесплатную, правильно я понимаю? Так. Бесплатную первую тренировку в клубе Альфа Браво. Это действительно очень интересно и очень полезно. Чуть больше об этом вы узнаете в наших следующих роликах. У нас будет репортаж с последнего турнира по правилам PRS, который проходил в городе Кропивницком. А сейчас вот на вашем небольшом стенде, расскажи, пожалуйста, машина такая интересная стоит. Это у нас тренировочный автомобиль, по которому мы тренируемся стрелять из автомобиля, так как сейчас люди находятся, в основном ездят на автомобилях, поэтому группа охраны и сами по себе тактическая стрельба подразумевают стрельбу с автомобиля. То есть непосредственно изнутри, из салона. Изнутри, из салона мы бьем стекла, вот как здесь, и работаем по мишеням именно изнутри, из салона. Ну здорово, здорово. Ну действительно навык полезный, причем полезный не столько для гражданских, сколько для сотрудников спецподразделений и для всех тех, кто в принципе хотел бы научиться вести подобного вида стрельбу. Это специальный инструмент для тренировки точной стрельбы из пистолета. То есть это устройство, которое цепляется на пистолет, либо на его страйкбольную копию, либо на пневматический пистолет. И оно вместе с соответствующей программой для смартфона позволяет отслеживать движение ствола пистолета в момент обработки стрелком спуска. То есть, что эта штука позволяет делать? Она вам позволяет наглядно видеть, насколько ровным и идеальным является удержание вами пистолета на цели. Благодаря этому вы можете проанализировать вашу стрельбу. Есть много интересных параметров, которые эта программа может анализировать и выдавать на экран. Вы можете понять, как работает механика вашей руки при выстреле из пистолета. И вы можете внести необходимые коррективы для того, чтобы улучшить свое удержание и улучшить свои результаты на мишени. Называется это устройство Mantis X и будет в продаже в нашей сети уже достаточно скоро. Друзья, ну я думаю, Виталия вы все прекрасно знаете. И вот видите, он даже на выставке не прекращает холостить и совершенствовать свои навыки по зарядке помпового ружья. Это твое ружье, правильно? Да, это мое ружье соревновательное, которое я использую на всех своих соревнованиях, тренировках. И если я не ошибаюсь, с тем самым телескопическим применителем магазина, который растет по мере заполнения патронов. Да, да, да. Если вы хотите увидеть это вживую, приходите, пожалуйста, к Виталию. Он вам покажет и свой Remington, и также новинки Remington. Вот, кстати, что там из интересного? Да, очень много новых моделей приехало. Например, то, чего не было еще, это ружье с длинным магазином и с прикладом пистолетным от Mesa Tactical. Очень интересный приклад, который в Украине раньше вообще не завозился. То есть это эксклюзив. Класс, отлично. И, по-моему, есть еще и Express Tactical, да, которая самая популярная модель? Да, 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 есть Express Tactical. Это хит прошлой выставки, который разобрали буквально там за пару дней, по-моему, или недель после выставки. Их приехало какое-то количество. Здесь у нас насадка для выбивания дверей, которая заменяется на чок обычный, любой. И планка Picatinny с целиком, на которой можно установить коллиматорный прицел. То есть тактическое ружье с удлинителем сразу готово к бою. Супер! Супер, друзья, приходите. Никто не расскажет нам про Remington столько, сколько может рассказать Виталий. Приходите! Друзья, как обычно, на нашем стенде вас ждет масса интереснейших новинок. В том числе, вот здесь у нас представлена продукция Patriot Ordnance Factory, продукция GP Rifles. Здесь также висят небезызвестные ружья Typhoon F12. И с ними связана тоже интересная история. Мы ожидаем появления новейших моделей этих ружей. Завтра, в первый день работы выставки, я надеюсь, что здесь будут самые новые модели. Здесь будет Олег Доценко, который вам подробнее об этом расскажет. Здесь вы также можете посмотреть на винтовки Howa в шасси Автоматик. В том числе на мою винтовку, с которой я не так давно занял первое место на матче PRS. Осенний марафон в городе Кропивницком. Здесь также, это особенно важно, здесь также можно приобрести шасси Автоматик. Вот такие шасси для Howa и для Remington. Здесь их можно подержать в руках, попробовать и приобрести по специальной цене на выставке. Также с удовольствием хочу отметить, что стоимость винтовок Howa 1500 в шасси Автоматик на выставке специальная. Она на 20% ниже, чем в розничной сети и этим шансом можно воспользоваться. У меня в руках патрон калибра 375 Cheytac производства компании Chesapeak Ammunition с невероятной пулей от компании Katyn Edge весом 402 грейна. И вот такой патрон, а также вот такая винтовка Kadex CDX-40 Shadow калибре 375 Cheytac. Это оружие способно поражать цели на дистанциях больше 2 километров. Здесь также можно на него посмотреть, пофотографироваться с ним, поддержаться за него и узнать о нем много нового и интересного. Приходите к нам, выставка работает 3 дня, среда, четверг, пятница. Мы будем все рады видеть вас на стенде компании IBIS «Оружие и рыбалка». Продолжение следует... Продолжение следует...